Мнение других большинства из нас волнует куда больше, чем информация, полученная из официальных источников. Подсознательно мы подражаем поведению людей той группы, которой себя причисляем. Эту психологическую особенность применяли еще в 19 веке в театрах. Специально нанятые люди живо реагировали на спектакль, смешиваясь с театральной публикой. Их аплодисменты подхватывали ничего не подозревающие зрители. По этому принципу сарафанного радио сегодня работает маркетинг и реклама в блогах. О плюсах и минусах поговорим сегодня с директором маркетингового агентства Жолдожер Магомбет и общественным деятелем, блогером Аидой Жексен. Здравствуйте, это стол переговоров на телеканале Хабар 24. Меня зовут Илья Рожумат. Наиболее эффективным способом продвижения товаров в массы по-прежнему остается реклама. Поэтому неудивительно, что с каждым годом ее становится все больше, а способы ее внедрения все изощреннее. Площадкой для пиара уже давно стал интернет. Интеграция рекламы в сеть происходит все быстрее, и на помощь компаниям и людям, желающим стать известными, приходит ее новый вид – реклама в блогах. Западные компании уже давно признали блок-маркетинг революционным путем достижения выдающихся результатов в бизнесе – очередь за Казахстаном. Ведь если верить статистике, реклама на ТВ и радио вызывает доверие только у 5% респондентов, а реклама в блогах, в особенности персонифицированная, у 84% респондентов. В первую очередь, когда клиент обращается к нам, мы четко формируем запрос, потому что клиент не всегда знает, не может выразить свою мысль. То есть он хочет продвижение товара, но на самом деле ему четко поставить задачу. И в первую очередь мы изучаем рынок. Сегодня многие публичные люди прибегают к услугам блогеров, игнорируя, так скажем, крупные рекламные и маркетинговые агентства. Как вы думаете, с чем связан этот тренд? Во-первых, это тренд. Во-вторых, это, наверное, дешевле. Вот этот тренд подхватили не только публичные люди, так скажем, звезды, чиновники. Более или менее крупные компании, они все-таки делают ставку именно на много подписчиков, у которого есть виртуальные друзья, так скажем. Да, на самом деле концепция полностью не состоит только из работы блогера. Работа блогера, она является одной из частицей общего медиаплана компании. Поэтому говорить, что там полностью весь имидж компании отдается в руки одного блогера, это, наверное, очень громко сказано. На самом деле просто медиаплан может несколько пересматриваться в сторону, отдавать большую долю работе блогера, нежели традиционной рекламе. Аида, вы известный блогер. В первую очередь, сотрудничая с какой-то компанией или с публичным человеком, какая информация вам необходима? Я смотрю со стороны своей аудитории. Гнаться за тем, за рекламодателем в поисках продажи себя – это не тот путь, который должен выбирать блогер. Он должен продавать интересный контент. Именно на этом строится его позиционирование. Прежде чем что-то рекламировать или говорить о каком-то продукте, я должна строго посмотреть, действительно ли я могу подписать под ним свое имя. А это потому, что большая ответственность перед аудиторией. Согласитесь, что сейчас очень много тех людей, блогеров, у которых очень много подписчиков, и которые уже, наверное, не смотрят на контент и на ожидания подписчиков. Все зависит от личных качеств человека. Но, опять же, нужно исходить от того, что ты несешь ответственность за свои публикации. Как вот обезопасить себя заказчику, когда он обращается к определенному человеку, который, так скажем, рекламирует его в соцсетях или где-то в блогах? Есть ли контракты вообще или какие-то договоры, что после истечения этого договора он переходит в другую компанию и, так скажем, нелестно отзывается о своем старом заказчике? Знаете... Очень много таких, даже на сегодняшний день, таких случаев. Никаким договором, наверное, контрактом это невозможно предусмотреть. Может, меня юристы и подправят, но это зависит от моральных качеств человека. Если человек долго сотрудничал с какой-то компанией, заканчивается контракт, и, я не знаю, тут морально отзываться, говорить, что это была плохая компания, это просто расписываться в своем непрофессионализме, в своих низких моральных и этических качествах. Здесь можно добавить, конечно, если подобный контракт заключается вообще, конечно, с точки зрения клиента такие моменты нужно предусматривать. Это уже общепринятая практика, это не новое. Такое происходило, допустим, с селебрити там за рубежом, да, когда они являются лицами той или иной марки, потом проходят контракты. У них всегда есть обязательство, что они в течение какого-то времени сохраняют конфиденциальность о всех процессах, которые происходили в момент работы. Наверное, это все-таки наше упущение, упущение, я имею в виду, клиентов, когда заключается договор, никто не хочет думать о каких-то плохих моментах. Но в процессе работы происходит разное, вот тогда, конечно, наверное, возникают подобные ситуации. Я их просто хочу от себя добавить, это все видно в соцсети. То есть, если, например, Алишер Олегбаев, заканчивая контракт, благодарит фирму, да, и потом работает с другими. Если публичный человек негативно отзывается о той компании, с которой он работал, то другие компании вряд ли потом подпишут с ним какой-то договор. Да. А может быть, наоборот, другие компании, вот как бы противовес, там, какие-то конкурирующие компании, наоборот, его переманили. Да. Вот как от этого уберечь? Вообще это может регулироваться обычным гражданским кодексом, потому что это взаимоотношение между клиентом и человеком, который оказывает услуги по пиару в данном случае, да. А что касается конкурентов, то вот блогеров очень часто используют еще и в черном пиаре. Вводят в заблуждение, вот как Аида уже заметила, что это зависит от личных качеств человека. Поэтому очень часто гонясь за популярностью, за вот, как говорят, скандалы, интриги, да, это всегда интересно, это читаемо. Поэтому люди иногда ищут такие темы, чтобы осветить, и вот блогеры могут вот в такую вот стезю попасть. Работа блогера может хорошо сработать на негативный имидж компании, поскольку блогеры – это в первую очередь опинион-лидеры. Это люди, которые создают мнение среди своей аудитории. Всегда ли вот можно судить по комментариям о том, что продукт или услуга там была правильно прорекламирована? И всегда ли человек, который оставляет комментарии, он становится потенциальным, так скажем, покупателем или клиентом у заказчика? Нет. На самом деле это очень неизмеримые такие вещи. Люди могут очень много комментировать, обсуждать, лайкать, постить, но никогда не купить, никогда не попробовать. Я никогда не ставлю ставку на то, что вот мы будем активно вести работу на Фейсбук или там в Инстаграме, и у нас будет очередь из клиентов. Ничего подобного, потому что Фейсбук и Инстаграм – это канал анонсирования, оповещения населения в первую очередь. Чтобы к нам прибежали, у нас была там очередь из клиентов, нужно делать другие комплексные меры, и только тогда все это в комплексе будет работать. Для малого бизнеса иногда достаточно опинион лидера, который скажет, вот там-то, там-то, вот такие-то хорошие вещи есть, ходите, люди, посмотрите, купите и так далее. Если футболки некачественные, ни один лидер мнения не сможет поднять им продажи. Да. Ну, то есть он трафик создать может. Если нет сервиса, если у них там проблемы с доставкой, если еще какие-то проблемы, которые выясняются с клиентами, то есть один негативный клиент может сделать большой убыток компании и увести 100 уже потенциальных клиентов. По поводу комментариев хочу сказать, что это хорошая обратная связь. Насколько ваши читатели, ваши друзья в соцсетях прислушиваются к вашему мнению, или вот как вы можете оценить отклик? Я не знаю, насколько они прислушиваются, но если оценивать отклик, не каждый пост имеет какие-то большие рейтинги. Это вполне естественно. Если человек решил донести что-то искренне от своего сердца, какую-то проблему, да, или какой-то случай в жизни, какую-то юмористическую ситуацию, и он пишет интересно, то я думаю, он всегда найдет своего читателя. Публичный человек, который взялся рекламировать какую-то услугу, товар, должен ли в своей публикации указывать, что это рекламного характера? Я стараюсь это указывать. Это опять же лежит в области морали, наверное. Вдруг сказать, что, например, я воспылала, например, к какому-то крему любовью, да, это будет, мягко говоря, неправда. Заметно. Заметно. Цена вопроса. Сколько сегодня стоят услуги блогера? Стоимость услуг блогера на самом деле варьируется в зависимости от его уровня, от его аудитории. Также, как Аида заметила, они делятся, естественно, по сферам деятельности, по своим интересам. Они бывают разные, поэтому в среднем пост стоит от 15 тысяч тенге и до очень больших цифр. Я хочу сказать по поводу, например, не казахстанских блогеров, а блогера Варламова, например. По моим данным, его пост стоит около 10 тысяч долларов. От пяти до десяти. Да. Ну, даже у нас, среди казахстанских, есть блогеры. Откуда вот цена вопроса? Неоткуда. Это просто установка блогера. Все. Это то время, которое он готов потратить на какого-то клиента. Если у него география, как вы сказали, Россия, Казахстан, Киргизстан и так далее, все СНГ, естественно, у него такие расценки. Кажется, что сумма огромная, но если ее разбить на то, сколько увидят читателей, то есть информации, естественно, это выходит дешево, чем заказать рекламу по телевидению. Совершенно верно. Потому что есть понятие стоимость контакта в маркетинге. И вот, как Аида заметила, всегда маркетологами рассчитывается, насколько будут эффективно затраченные деньги. Но опять же, смотря какая аудитория, смотря на кого вещать. Есть возрастная категория, которая все еще смотрит телевизор, и для них очень эффективна бегущая строка. Есть категория, которая уже давно не смотрит телевизор, уже лет пять. Такие люди, конечно, они обитают на просторах интернета, и нужно их ловить там. Ну, что удобно, интернет можно всегда настроить таргетинг под себя. То есть если вам нужны женщины, девушки, девушки от 20 лет до 35, с каким-то уровнем дохода даже можно сделать. По географии, по стране, по городу. Это интернет все предоставляет, все инструменты. Ну, телевидение могут себе позволить очень крупные компании, у которых продукты рассчитаны на огромные массы. Масса-маркет. В казахстанском бизнесе вот такого масштаба еще у нас практически нет у бизнеса. Ну, у нас с компанией мы не считаем, да? Вот опять же, мы говорим о том, что лайки, перепосты – это не показатель. А показатель тогда что? Ожидать от блогера какой-то вот осязаемый результат – это, наверное, несколько будет наивно. Нужно понимать, что к блогеру мы обращаемся тогда, когда нам нужно четкое анонсирование. И нам нужно охватить ту аудиторию, которую он владеет. Работу блогера тоже несколько сложно. Он свою работу сделает. Мы можем посчитать ручками, сколько комментариев, сколько лайков, сколько перепостов. А также можем отследить, сколько людей пришли. Но, к сожалению, у нас люди все-таки не привыкли говорить, откуда они получили информацию. Говоря о крупных компаниях, развит ли в Казахстане корпоративный блогинг? Ну, к этому идет потихоньку, пока еще нет. Почему? Потому что иметь корпоративный блогинг – это очень дорогое, на самом деле, удовольствие, очень ответственное. Это работа с клеймами, это работа с людьми живыми. И человек, который сидит по ту сторону экрана и отвечает на все возражения, на все комментарии, так или иначе, это достаточно серьезная работа, которая должна проходить определенную цензуру, чтобы не навредить имиджу. Она должна быть беспристрастной, не быть эмоциональной, потому что люди пишут всякое разное. Я по поводу корпоративного блогинга всегда советую вести его прямым руководителям. Потому что, когда сидит СММщик, нанятый, это очень долгий процесс утверждать информацию, он ограничен строго какими-то правилами. И блог выходит довольно скучный. Когда ведут его первые руководители, во-первых, читатели это интереснее, информация преподносится совсем по-другому. Когда ведут первые руководители, это правильно, потому что он несет ответственность, он видит живую связь, он видит обратную связь, и он может, как руководитель, отвечать и брать на себя ответственность за те или иные ситуации, которые происходят, и реагировать. Но, к сожалению, не всегда руководители имеют такую возможность. Блог какого государственного деятеля вы можете ставить в пример, что он действительно занимается своим делом, при этом уделяет внимание социальным сетям? Осет Ориенда Ильича Секешев. Это пример отличного ведения своей страницы в соцсетях. По-моему, он один из первых, кто вышел в социальную сеть Facebook, не побоялся этого. И сейчас у него очень высокий уровень доверия его аудитории. И я считаю, что они не должны бояться соцсетей, они должны владеть словом, они должны выходить, они должны показывать свою работу. У меня на этом все. Вы смотрели стол переговоров. Мы ищем и находим простые ответы на самые сложные вопросы. До встречи на телеканале Хабар-24. На самом деле крупные компании не делают ставку только на одного человека. Они обращаются к услугам блогера, но они не отменяют свою медиа-активность. Уровень доверия у блогеров выше, чем у других инструментов маркетинга. Традиционная реклама – это тоже метод анонсирования, это конкретное предложение, это позыв к действию. Нужно разбираться в людях, прежде чем давать им какие-то заказы. Поэтому, конечно, пользоваться услугами блогера нужно, важно. Важна сама суть. То есть, донес блогер свою мысль или не донес. Нашел он отклик или нет.